Цель Антуан Валон Преступники, наемники, другие роботы Этому парню приходится нелегко Он, как отряд морских котиков, в одном лице Служить и защищать Оружие робокопа Готово Я тут с дядей Скотти, который учит настрелять так, чтобы это выглядело естественно Давай, помедленнее Открой рот и дыши Плавно Если бы это было легко, я бы учил девочек-скаутов и монахинь Двигайся, бери, стреляй Мне надо учиться обращаться с пистолетом гораздо лучше, чем раньше Давай, целься Я учусь у человека, который был морским котиком 26 лет работал в полиции Лос-Анджелеса И 10 лет в отряде СВАТ Он много раз участвовал в настоящих перестрелках И он помог мне попасть в метровую мишень Со 120 метров из пистолета Я не думал, что это возможно Но дядя Скотти – хороший учитель Попал! Важно не оружие А то, кто его держит В нашей версии у робокопа два вида оружия Во-первых, у него в левой ноге пулемет Боевая винтовка М2 Боезапас Биовуль 50-го калибра 30 патронов Сверхмощные А в правой ноге у него пистолет с электрошоком Тайзер До 200 тысяч вольт Так и есть Сейчас разрабатывают эти пистолеты Тайзер И напряжение очень высокое Почти смертельное Но не совсем Пистолет, который в итоге стал Тайзером Менялся от обычного пистолета К Тайзеру Это все время менялось И в конце концов решили Что мы воспользуемся технологией Тайзера Которой стабилизаторы обеспечивают вращение картриджа Прокалывающая поверхность Перед поражением ее электрозарядом ТСР-66 Пистолет с электрошокером Сам пистолет Очень похож на пистолет Робокопа Из первого фильма Он такой угловатый Очень большой И именно так и выглядит его пистолет Такой у нас был ход мысли Что касается пулемета То он сам по себе В первом фильме у него не было пулемета Тут мы позволили себе Некоторую вольность Мы считали, что пулемет Должен быть немного похож на пистолет Но в то же время Быть очень крутым И современным на вид Люди должны понимать Что это пулемет с нормальной обоймой Но в реальном мире Он может и не существует Настоящие пулеметы Другие на вид Мертвый или живой Отправишься со мной У Робокопа потрясный мотоцикл На котором он разъезжает по Детройту Он называется Крузер 1 Это не мотоцикл Бэтмена Это не машина Которая не работает в реальном мире Это мотоцикл Он основан на современной Геометрии супербайков Мы берем настоящие мотоциклы И изменяем их Чтобы они стали больше И выглядели более грозно На этапе разработки Это был скорее Футуристический мотоцикл Можно сказать Трансформер Сценарий говорилось Он вынимает такую штуку Закручивает ее вокруг себя И превращается в мотоцикл Когда мы начинали рисовать это Что Жозе не очень нравится Идея суперфутуристического мотоцикла Космического века Что это подрывало его Более реалистичный подход к фильму И тогда мы решили Давайте сделаем современный мотоцикл Но он немного усовершенствован Приближен к космическому веку Он более сложный С разными дополнениями Мы взяли модель Kawasaki Z1000 За основу нашего мотоцикла Удлинили базу Отодвинули ее сантиметров на 30 Чтобы пропорции выглядели более странно Вот изначальный мотоцикл Мы опустили ниже бензобак Поставили увеличенный маятник Чтобы он стал больше и шире А потом был долгий процесс Когда мы пытались Подогнать мотоцикл к седоку У нас был Дориан Один из каскадеров из Лос-Анджелеса Он приходил и ложился на мотоцикл И он говорил Это подойдет Или из этого ничего не выйдет Дизайн сильно поменялся Пока мы это делали Мы поняли, что реально В смысле радиуса поворота Что он мог сделать На этом мотоцикле сложно ездить Потому что у него такая странная база А еще у него довольно большой обтекатель Из-за которого трудно ездить На большой скорости Я знаю, что каскадеры Не любят этот мотоцикл Но нам кажется Что он классно смотрится Это еще один пример Продукта Или идея из реального мира В данном случае Это мотоцикл Который довезет героя Куда угодно На бешеной скорости Роботы вдохновляли создателей фильмов С начала истории кино Думаю, людей всегда увлекала идея О создании такой вещи Которая повторяет нас И наши движения В качестве примера Приведу фильм Бегущий по лезвию Первый Робокоп Звездные войны Это фантастические фильмы Которые всегда нравятся людям Думаю, что наша версия Робокопа Перенесет это на следующий уровень Костюм Робокопа Форма и функция Роб Ботин Который создал броню первого Робокопа Почитаю многими В том числе и мной Я говорю от имени Майка Мы оба фанаты первого фильма Я очень нервничал Я думал Даже если мы сделаем лучшую броню Ее будут сравнивать с оригиналом Она дорога сердцем многих людей Они не хотят, чтобы ее переделывали И я полностью это понимаю Но в то же время Возможность сделать эту работу Для меня это означает Что сбылась моя детская мечта Что касается брони У Жузе был очень научный подход Он думал, что можно сделать Как это будет выглядеть Как можно сделать что-то В чем можно выполнять все трюки Которые надо сделать И что нужно для человека У которого больше нет ни рук, ни ног От которого осталось только несколько органов Что нужно для создания такой машины Legacy Effects Компания Стэна Уинстона Сделала броню в Лос-Анджелесе У этой компании долгая история Они знают, как работает такой костюм Направляют нас Может, вам стоит переделать Вот этот сустав в вашем дизайне И когда мы прошли через все этапы Мы превратили это в искусство Первое, что я должен был подчеркнуть Нам надо найти актера Нам надо найти кого-то Высокого и стройного Это всегда непросто Нам помогло то, что у нас были высокие и стройные актеры Чтобы их задействовать во время создания брони К счастью У Юэля прекрасное телосложение По-моему, у него рост почти 2 метра Он худощавый Идея была в том, чтобы сохранить пропорции его тела Вы арестованы! Поначалу у нас было много разных идей Сначала броня была громоздкая Похожая на костюм американского футболиста Или супергероя А потом она стала более легкой и обтекаемой Это интересно Мы хотим, чтобы было страшно Но в то же время, чтобы люди болели за героя Чтобы не было слишком устрашающе В этом и заключалась наша проблема Которую надо было решить Чтобы он не казался преувеличенным Когда герой увидит его сын Будет ли он настолько испуган Что у вас никогда не возникнет душевной связи с этим героем? Полиция, Детройт Мы знали, что V1 Это достаточное дань оригиналу Мы надеялись, что люди посмотрят на это И скажут Да, они уважают источник Этот фильм снимали фанаты Давай, попробуй подвигаться Круто смотрится Многие детали сделаны так же, как у первого робокопа Это не точная копия Но достаточно близко, чтобы отдать дань уважения Мы хотели сделать броню V1 Очень похожей на оригинал Мне кажется, все этого хотели Когда мы работали над цветами Мы внимательно смотрели на то, что было сделано до нас Это не просто серебристый цвет Там есть переливающийся оттенки Зеленого, фиолетового и синего Поэтому мы привнесли это и в нашу бронь Мы тесно сотрудничаем с арт-отделом И командой дизайнеров Так что это было коллективное творчество Черный костюм, версия 3, как мы его называем Это второй вариант брони, который мы видим в фильме Когда создавали V3 Идея Жузе была в том, что робототехника сейчас такая Что большинство роботов может почти копировать людей Поэтому ему казалось, что движения, как у робота Немного устарели Он сказал, давайте перенесем робота в настоящее время Пусть он двигается быстрее среднего человека И в этом и была идея версии V3 Черного и более обтекаемого костюма Он, как бы сверхчеловек Двигается очень быстро и плавно Но я все же хотел, чтобы у него было что-то от робота Когда я шел, я сначала поворачивал голову, а потом плечи Как маленькая дань Питеру Уэллеру и движениям его героя Мы сделали объемное сканирование актера И перенесли его в компьютер Затем мы взяли цифровые модели И в компьютере наложили их на телесные формы Потом данные подчищаются И мы получаем собственное тело Иными словами, из твердой пены получается его форма Это дает нам основу, с которой мы работаем У нас есть его голова Мы сделали старомодный слепок Они сделали силиконовый слепок С моей головы Чтобы у них была моя голова Во всех подробностях И ты совершенно погружаешься и отключаешься Потому что эта силиконовая маска полностью окружает твое тело В течение 30 минут Вот так Медленно наклоняйся назад Привет, красавец! Ну как? Как будто я сам себя родил В некотором смысле так и было Маска плюс сканирование дает нам все нюансы его лица Так как у нас есть все эти данные Это дает нам хорошую основу для работы В нашем распоряжении есть потрясающий процесс Раньше на него надо было бы накладывать глину Лепить, добиваться симметрии с обеих сторон Когда лепишь на компьютере, все это проще И ты уверен в себе, прежде чем переходишь к следующему этапу Все сводится к выбору того, как разрабатывать и делать броню Когда проект одобрен, тогда надо разбить его на детали Чтобы быстро сделать прототипы Это процесс объемной печати со световым закреплением Так мы делаем все части брони Потом они отправляются в модельный отдел Там их чистят, чтобы они были совершенно чистыми Потом их отливают, затем они идут к изготовителю Все эти формы используются для изготовления разных частей брони Вот это настоящая форма Это его предплечье Оно выходит вот из этой детали Затем его надо обрезать Почистить наждачной бумагой и готово Костюм надо перевернуть, чтобы примерить на Юэля Чтобы убедиться, что суставы свободны, что он может двигаться Но при этом должен сохраняться дизайн, который был одобрен Создавая броню для актера, мы говорим Хорошо, это предплечье Оно двигается в запястье и у локтя Так что эта часть может быть довольно твердой Не обязательно делать ее из супер мягкого материала Можно сделать ее из чего-нибудь потверже А плечо, которое очень подвижно Надо сделать так, чтобы актер мог спокойно двигаться Внизу мягкие части Наверху панцирь И это дает полную подвижность Основная идея костюма в том, что у него есть нижний слой Сделанный из резиноподобного материала Который прилегает кожа Так что если где-то вы увидите, что под броней Вам видны эти маленькие детали Нам не так важно, как это выглядит Вы видите, очень мало этого слоя Так что внизу просто есть некая текстура Это нижний слой от ботинка Это для нашего каскадера Это пойдет вниз А сверху мы добавим детали брони И обернем вот это Поэтому вы мало что видеть Мельком видно кое-какие детали Если будешь под угрозой Щиток опустится Будет доступно оружие Не нравится щиток Потому что он тоже напоминает первого робокопа Он вроде бы выглядит почти дружелюбно А потом вдруг довольно страшно Эти щитки настоящие Были у нас и нарисованы на компьютере Когда вы видите, как щиток опускается Это компьютерный кадр Потом идет кадр С готовым щитком В зависимости от того, что делает актер Щиток может быть цифровым Или настоящим Я его надел и пробежался по мастерской Со щитком было непросто Потому что, во-первых, он не должен ничего отражать В нем не должны отражаться операторы Поэтому он должен быть как можно более темным Но он не может быть таким темным, чтобы актер ничего не видел Затем надо, чтобы из-под него шел красный свет И это еще одна задача, которую надо было решить Как это сделать? Чтобы он все видел Он должен быть достаточно ярким Чтобы его могла видеть камера И так далее Так что это все было довольно непросто сделать Так, вот так Когда мы впервые увидели Юэля Он очень хотел поскорее надеть броню Он хотел поселиться в Робокопе Он хотел стать Робокопом После первой тестовой примерки А день тогда был довольно жаркий Он понимал, что в этом костюме Ему придется проводить много времени Уверен, он задумался и спросил себя Во что я ввязался? У нас есть холодный костюм Он, в нем был большую часть съемок Холодный костюм Это сетчатый жилет Который вшитый шланг для воды Он подсоединен к холодильнику с насосом Он накачивает воду в жилет Во время съемок Был момент, когда к нему подошел Майкл Китон И начал сравнивать костюм Бэтмена С костюмом Робокопа И говорить Кому было хуже? Да, кому было хуже У Бэтмена был классный костюм Просто классный Одновременно смешной И потрясающий И его костюм примерно такой же Но я все равно говорю Юэлю Какой он слабак Я сказал Это ерунда У тебя там внутри маленький кондиционер Сколько он весит? Знаешь, это хороший вопрос Надо взвесить весь костюм и выяснить Вставай на весы За тобой Сто один килограмм Девятнадцать килограммов Костюм весит девятнадцать килограммов Вес всегда проблема И мы всегда стараемся сделать все как можно легче Чтобы актер не уставал и ему не было жарко Нельзя делать костюм многослойным, потому что актер много двигается Вам все время неудобно Все время не та температура Когда играешь сцену, костюм очень помогает Он сам по себе создает 80% героя Но между дублями, когда пытаешься отдохнуть или поговорить Все время говоришь Ой Чувствуешь себя неудобно Руки за спину Нельзя отрицать, что на тебе мощный черный костюм Это факт Можно играть сколько угодно Все равно ты парень в черном костюме Тогда игра должна подключиться и сказать Хорошо, я принимаю это Юэль очень серьезный актер Очень хороший И он был в этом костюме целый день Он редко снимал его Он весь день был внутри этого героя И он знал, как выйти за заданные рамки В середине съемок я понял, что все то, что я чувствую Это 2% того, что чувствовал Алекс Мерфи И тогда я понял, что это что-то, что мне помогает То, что я чувствую себя неуверенным и обнаженным Потому что одежды на тебе нет Под костюмом ты голый И это странно Мне нравится старый фильм И мне нравится, что сделал Жозе в этой версии Для нас это была прекрасная возможность Обновить характер робокопа Сделать его более боевым Пусть выглядит Попробуем черный Надень наручники, Джек Надо дать американцам то, что они полюбили бы Создание, которое бы сплотило Мы поместим в машину человека У меня была встреча со студией МГМ И они предлагали мне снимать разные фильмы Но робокопа среди них не было Они предлагали мне великолепную семерку, а также геркулеса В комнате висел плакат к фильму Робокоп А я очень люблю первый фильм Блестящий фильм Классика И во время встречи я им сказал А как насчет вот этого фильма? У вас есть на него права? И они ответили Да И я сказал Я хочу снять этот фильм Именно этот Они спросили А как ты это видишь? И я им рассказал мои идеи И они сказали Хорошо И я начал подготовку Уже ни один полицейский не умрет Исполняя долг Благодаря тебе Это единственный шанс для вашего мужа Иллюзия свободы воли Новый взгляд Простите, Робо Что вы можете сказать детям Которые вас сейчас смотрят Ведите себя хорошо Версия 87-го года Это классика А ей уже почти 30 лет Этот фильм не теряет свежести Спасибо за сотрудничество Спокойной ночи Мы решили снять новую версию Этого фильма Потому что была возможность Сделать нечто новое Тут дело не в том Что мы пытались снять Более современную версию Это совершенно другая история Машина не знает Каково быть человеком Она не понимает Ценности жизни человека Зачем ей позволять Кого-то ее лишать? Брось оружие Мы подошли к этому фильму по-другому Но то есть ряд причин Одно из ключевых различий заключается в том Что Жозе очень интересовала историю человека Который стал машиной И чего ему это стоило? Якобы можете спасти Но что это значит? Какой будет его жизнь? Если поместить его в оболочку робота Это поможет ему выжить Но не лишит ли это его человеческой сущности? И если это делать То зачем? И для чего? Алекс сейчас думает Что заправляет он Но это не так Иллюзия свободы воли Мы не снимаем железного человека Тут дело не в том Что он изобрел оболочку робота И стал всесильным Этот человек стал роботом Не по доброй воле Как он это переживает? Этот вопрос для нас важен Возможно это самое важное в нашем фильме Как сделать робота полицейского Как этот робот влияет на человека внутри робота Так что у нас есть некий экзистенциальный элемент Которого не было в фильме Верховена Боевые роботы Моя работа Наши машины действуют безупречно Введение живых деталей Это шаг назад Идея была в том Чтобы сделать фильм Который покажет драму Человека Которого лишили человеческой сущности Или ее части Но в то же время Поднять вопрос Об использовании дронов И роботов Мы приближаемся ко времени Когда война будет автоматизированной И солдат можно заменить роботами И все упрощается Так как никто не умирает Не двигайся, не волнуйся Парни справятся То же самое относится к полиции Если вы заставляете что-нибудь сделать живого полицейского У него на этот счет могут быть свои идеи Он скажет Нет, я не хочу это делать Если вы заменили полицейских роботами То ограничений больше нет Верховен прекрасно понимал Эту связь между риском фашизма И автоматизацией агрессии Оштрафуйте его Мне очень интересно сделать этот фильм И поговорить о современных проблемах Но сохранить философскую основу главного героя На сегодня я отобрал 13 убийц Когда потребуется Должны быть готовы машины Автомедиков Задержание следователей В то же время мы хотели сделать фильм Для широкой аудитории Чтобы этого достичь Мы внедрили все элементы У нас есть потрясающая перестрелка У нас есть классные роботы 209 У нас роботы захватывают Тегеран Все это важная часть фильма И даже в менее значительных сценах Где видно, как организм Алекса Мерфи Взаимодействует с его механизмом Мы уделяли огромное внимание деталям Кто такой робокоп? Это человек внутри машины Наш человек сведен к основным органам То есть к мозгу, сердцу и легким А затем механические элементы Электроника подключается к этому мозгу И мозг управляет телом Поскольку робокопа не кусал паук Его сделали ученые Было совершенно необходимо Чтобы научные элементы Смотрелись правдоподобно И аутентично Одно из преимуществ Жозефа в том Что он по образованию физик И поэтому хочет во всем Достичь научной достоверности И в результате у нас получился фильм Который выглядит правдоподобно Когда вы снимаете фильм В основе которого безумная идея В данном случае о том Что корпорация скрестила человека С роботом И сделала его полицейским Вы обязаны сделать все остальное Достоверным И Жозе это понимает Это важная часть нашей работы Так как мы хотим Чтобы фильм Опирался на реальность Когда у нас появилась идея Или мы что-то видели В другом фильме Или еще где-то Мы старались придать ей Достоверность Изучая вопрос И выясняя Насколько это возможно И конечно Это оказывалось Возможно Технология Которую мы показываем Основана на новейших Современных технологиях И идея такая Что если сейчас Что-то на стадии исследований То через 25 лет Это будет широко распространено Так что Это очень интересно Что это за одеяние? Не одеяние Это ты Что вы со мной сделали? Пусть бежит! Конечно Мы снимаем фильмы Чтобы люди получали удовольствие И мы старались Изо всех сил Мы вложили в фильм Душу И много усилий Не только я Но и актеры Мы очень надеемся Что зрители Поймут наши идеи Потому что в этом фильме Есть идея А также Что им будет интересно Это Будущее американского правосудия Добро пожаловать На презентацию Продукция Амникорп Включая наши новые технологии Для военных И правоохранительных органов Экзоскелет с усилителями Увеличивает скорость Силу И выносливость солдат В таком костюме Один человек Эффективнее целого взвода Амникорп Изменил понятие Эффективности Живой силы ИМ-208 Это 100% Солдат-робот Последнее слово техники Этот готовый К бою робот Вооружен двумя пистолетами На основе карбона Которые попадают Цель с 800 метров В 98.73 Случаев Можно перейти В бронебойный режим Во время выстрела Или даже Использовать огнемет Малой дальности Что уменьшает Необходимость В живых людях На поле боя В ИД-209 Три метра роста Он снабжен Пушками Кобра И ракетами Хеллфайр Угол запуска 360 градусов ИД-209 Построен Из взрывоустойчивого Материала Который к тому же Экологичен И работает На солнечных батареях Амникорп Защищает Как общество Так и окружающую среду XT-908 Экстремальная тактика Этот воздушный дрон Имеет энергетический диапазон 45 часов И крейсерскую высоту Более 17 километров Снабженный тактическими ракетами И точными бомбами Лазерного наведения XT-908 Это воплощение бдительности В воздухе Крузер 1 Это мотоцикл Мечта любого полицейского Он достигает скорости 400 километров в час Но мы советуем полицейским Но мы советуем полицейским Не превышать скорость 320 километров Для оптимального управления TSR-66 Это подарок Некор правоохранительным органам Его вес всего 600 грамм Горизонтальный стабилизатор Увеличивает меткость На 27.5% Так что любой полицейский Стреляет без промаха Боевая винтовка М2 Сочетает диапазон Высокую скорость стрельбы И мощность винтовки С компактностью И легкостью пистолета Это маленькое чудо Легко спрятать Тайным агентом И при этом Скорость стрельбы Способна подавить Сопротивление Целой банды RC-2000 Версия 1 Идеальное сочетание Новейшей полицейской технологии И человеческой целостности Сочетает мощность Выносливость И меткость Лучших роботов Амникор И навыки Принятия решений Одного из лучших Полицейских Детройта Робокоп Новое слово В охране порядка RC-2000 Версия 3 Основанный На блестящей основе Прошлой версии Предлагает Приглушенные цвета Для боя Выдвигаемый щиток Для наведения И еще более Мощный процессор Лучшее Стало еще лучше На горизонте Робокоп Следующего поколения Хотя Мы можем предложить Вам только кинуть Беглый взгляд На эту модель Будьте уверены Что будущая полиция В хороших руках В Омникорп Омникорп Новейшие технологические Решения для войны И борьбы с преступностью